До этого места добираться так долго, что не хватит и суток. Тут у гор нет острых пиков, а практически за каждым поворотом прячутся невероятные красоты водопады. Люди здесь – редкие гости. Вы уже догадались, где мы? Даже не верится, что мы наконец-то добрались. Все началось стандартно. Перелет Москва-Красноярск. Дальше на самолете в глухую Сибирь, в поселок Туруханск. Переждав там ночь, мы уже полетели на вертолете до Светлогорска. Теперь точно могу сказать, что это лучшая обзорная экскурсия в моей жизни. Но если вы думаете, что на этом все, хочу вас расстроить. Это только половина. Ведь нам предстояло пройти по реке Курейка еще 300 километров. Но и тут по сторонам виды были не хуже. Нас встречал нежный рассвет и провожал густой туман. Мы смотрели по сторонам в надежде увидеть медведя. И, конечно же, спали, развалившись на рюкзаках. Да и просто тратили часы на разговоры. И, наконец, к вечеру второго дня мы оказались дома. И самое время познакомить вас с нашим палаточным лагерем. Итак, добро пожаловать на базу. Тут все как положено. На пристани стоят лодки. Дальше желтый шатер – это баня. Так что режим немытого походника отменяется. Следом идет кухня и столовая. А прямо за ними – жилой комплекс, палаточный городок. Застройка хаотичная, малоэтажная. Ну и, конечно, не стоит забывать о туалете. По всем правилам на Аджибе. Какой прекрасный вид на вершины гор Плато Путаран. И этот вид открывается прямо из нашего туалета. Разложив палатку до темноты, у нас оставалось несколько часов. И на что мы их потратили? Правильно, на осмотр местных достопримечательностей. И их тут оказалось предостаточно. Легкий трек в пару десятков минут, и мы уже у горного ручья, который пришлось переходить в брод. Ноги аж стыли от холода. А это, на секундочку, середина августа. Да-да, знаю, что скажут бывалые походники. Ну что за походник без резиновых сапог? Отвечу – начинающий, который учится на своих ошибках. Вот это называется Арктика летом. В конце августа тут снег еще даже не растаял. Да, я еще не раз буду восхищаться Арктикой летом. Да, лото Патарана находится в арктической климатической зоне. Тут обычно очень резкая смена климата. То стоит жара, то сразу холодно. Для первого дня прогулки в несколько часов нам вполне хватило. Вернувшись на базу, мы встретили свою первую ночь в палатке и уже ждали следующего дня. Теплый спальник есть, палатка есть, коврик есть, и даже мама-шапка есть. Я считаю, что к первой ночи в Арктике я точно готова. Утро второго дня выдалось активным. Снова собрали рюкзаки, взяли все необходимое – палатку, спальники и одежду, погрузились сонные в лодку и отправились к самому долгожданному месту всего путешествия. Пусть некоторое время оно останется в тайне. Хотя бы, пока мы будем плыть по все той же курейке. В этот раз с нами лодка поменьше. На ней мы сможем пройти в тех местах, где очень мелко и камни буквально чешут резиновое пузо. По сравнению с предыдущим днем, этот водный маршрут кажется легкой прогулкой в несколько часов. На всех лошадиных силах мотора мы мчим вперед. Ветер теребит волосы, вокруг горы великаны, а дальше нас ждет… Ах да, все еще держим интригу. Придется еще чуть-чуть потерпеть. Последний отрезок пути большинству группы пришлось идти пешком. А чтобы сделать это было легко и комфортно, наши вещи отправились с капитаном сплавляться по реке до нового лагеря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Даже мы все-таки приплыли. Видите, как я спешу по каменистому берегу, идя прямо к самому обрыву, чтобы повстречаться? Обалдеть! Даже не верится! Вот это мощь! Аж все трясется от такого потока воды. Ну что, знакомьтесь. Это Большой Курейский водопад. Рекордсмен нашей страны по сбросу воды за секунду. И это сразу чувствуется. Брызги умывают тебя с ног до головы. Ты не слышишь собственного голоса. И рядом с ним все тело дрожит. То ли от мощного потока, то ли от восхищения. Хоть раз ощутить такое я желаю каждому. Ну вот, когда мы нагляделись на водопад со всех ракурсов, самое время подкрепиться и отдохнуть. Для меня отдых это посидеть на камушках и позагорать. А если солнца нет, то нужно найти ему достойную замену. Самое оно после изнурительного трека окунуть ноги в холодную, я бы даже сказала, ледяную водичку. А вот для Вовки нет ничего лучше, чем сходить на рыбалку. И раз уж речь зашла об этом, эти края славятся своей рыбалкой. Поэтому при каждом удобном моменте в ход сразу же шли уточки. Для нас, жители средней полосы, щука привычное дело. Поэтому уж очень хотелось поймать что-то местное. Но где бы мы ни опускали блесну, рыба все никак не шла на приманку. Пока на обратном пути с водопада мы не заплыли в мелкую каменистую речушку. Стоит ли говорить, что радости не было предела, когда Вовка достал своего первого в жизни Хариуса. Я много путешествую и в целом привыкла к походам и жизни в палатке. Но в этот раз была одна маленькая, я бы даже сказала крошечная вещь, которая реально меня измотала. Если честно, эти мошки стали самым большим испытанием. Но и с ними справиться можно. Главное ходить по тропам и не задевать траву, мох и кусты. Ну а если тропы нет, то надевать на комарник. Так хотя бы они не будут маячить перед глазами. Так что взяв этот головной убор, а еще трекинговые палки и перекус, мы отправились покорять верхний мир Путарана. Горы тут невысокие, но совершенно нехоженые. Поэтому путь наверх все равно был с остановками. Сегодня у нас на дегустации брусника, голубика и шикша. Предлагаю начинать с брусники, потому что она самая горькая. Затем нужно поесть сладкой голубики. Ну и напоследок можно запить шикшей. Шикшу не обязательно есть. Можно косточки выплюнуть. Через пару часов подъема, подгоняемой дождем, мы покорили вершину нашей безымянной горы. Хотя стоп, не зря же оно называется плато. Как видите, вершин тут нет. В этом вся особенность Путарана. А еще, конечно, это бесконечное количество водопадов. Разных, мелких, больших, мощных и спокойных. Но один навсегда точно останется в моем сердце. Два брата впервые видела, чтобы поток разделялся по полам. Субтитры создавал DimaTorzok Каждое путешествие имеет свойство заканчиваться. Когда мы только собирались на плато Путарана, меня больше всего будоражила мысль, что это очень дикое место. Люди здесь редкие гости. И мы станем одними из мельчаков, кто решил отправиться так далеко вглубь Сибири. А возвращаясь обратно все тем же длинным путем, я думала лишь о том, как же классно было прожить маленькую жизнь на плато Путарана в окружении такой отзывчивой, смелой и веселой команды. Путешествуйте, разделяйте впечатления с близкими. И помните, важен только момент. Субтитры создавал DimaTorzok